Здравствуйте! С вами канал NaimDB. Неделя с 21 по 27 июня пройдет успешно для подопечных большинства знаков зодиака. Кому-то повезет больше в первые дни недели, а кому-то стоит активизироваться ближе к концу. Эта неделя может подарить новые возможности для профессионального роста и укрепления материальной базы. Самые решительные и настойчивые смогут преодолеть возможные трудности и окажутся на коне. Для Овна эта неделя начнется с трудностей на рабочем месте. Некая отрешенность может мешать быстрой и эффективной работе. Середина недели – это подходящее время принятия важных решений, связанных с карьерным ростом. В полнолуние вероятны конфликты в общении с деловыми партнерами. Так что постарайтесь быть сдержаннее. Для цельцов период с 21 по 27 июня сложится неоднозначно. Начало недели окажется крайне неблагоприятным для активных действий или серьезных шагов. Избежать ссор с избранником получится, только проявив максимум терпения. И только с середины недели все дела пойдут на поправку, как профессиональные, так и личные. Близнецы большую часть недели проживут скучно и нудно. Это неподходящее время для кардинальных перемен на личном фронте. Рабочий процесс будет протекать своим чередом. Каких-то интересных событий не предвидится до самых выходных. Только воскресенье подарит вам радость общения, приятные знакомства и удачные поездки. Представителям знака РАК в начале этой недели улыбнется удача. Не только в работе, но и в амурных делах. Не исключены многообещающие знакомства. Они могут послужить началом романтических или дружеских отношений. Но вторая половина недели покажется вам не такой радужной. На пути к поставленным целям внезапно могут возникнуть серьезные препятствия. Львы в первые дни недели могут навредить сами себе. Только сдержанность и терпение спасут отношения семейных представителей этого знака от разрыва или серьезных конфликтов. Однако с середины недели появится немало возможностей помириться с родными и близкими. В трудовой сфере тоже все наладится. Для Дев эта неделя начнется очень благоприятно. Высокий уровень трудовой активности позволит достичь блестящих результатов в трудовой сфере. Решение важных вопросов, командировки и переговоры лучше запланировать до середины недели. А вот во второй половине недели возможны споры и конфликты с избранником или родными. Весам, гороскоп на неделю с 21 по 27 июня, пророчит успех в трудовой и финансовой сферах. У вас может появиться новый источник доходов. Однако, начиная с четверга, вы можете почувствовать физическую и психологическую усталость. В эти дни лучше себя вести сдержанно и не выяснять отношения с родными и любимыми. У скорпионов на этой неделе будет куча преимуществ. Самые важные и непростые дела лучше планировать на понедельник и вторник. В эти же дни удачно разрешатся любые вопросы личного характера. Вторая половина недели – подходящий период для активного труда. Это реальный шанс перейти на новый уровень профессионального развития. Для стрельцов конец июня сложится очень удачно. Это шанс побороть все имеющиеся опасения и сомнения. Это позволит достичь прекрасных результатов во всех сферах жизнедеятельности. Во второй половине недели ожидается немало радостных событий. И не только на рабочем месте, но и в личной жизни. Козерогов ждет удачный и перспективный период. В начале недели, возможно, какие-то серьезные неприятности. Но благодаря помощи надежных друзей, вы их даже не заметите. Главное вовремя прислушаться к советам. Вторая половина недели сложится еще лучше. Подарит вам хорошее настроение и новые победы в работе или в любви. Для водолеев начало недели будет непростым. Это неподходящий момент для бизнеса или карьерного роста. Попытки настоять на своем могут закончиться плачевно, вызвав конфликты в отношении с руководителем. Середина недели – это подходящий момент для дружеских посиделок. Не упустите шанс как следует отдохнуть и расслабиться. Представителям знака рыбы, гороскоп на неделю с 21 по 27 июня предрекают успех и удачу в любых финансовых вопросах. Но не факт, что так продлится всю неделю. Понедельник – это благоприятный момент для карьерного роста. Однако вторая половина недели не обойдется без трудностей. Только терпение и упорство уберегут вас от неприятностей. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи!